Добрый день! Сегодня мы приготовим айсинг и разукрасим наши пряники. Мы же с вами уже спекли пряники, правильно? Пряники остывают, маленькие уже остыли, а крупные ещё тёпленькие. Но пока мы приготовим наш айсинг, надеюсь, они тоже остынут. Вернее, ну да, остынут. Что нам понадобится для айсинга? Один белок, 200 грамм сахарной пудры. Можете её приготовить сами, можете купить её в магазине, но обязательно просеете её. Она должна быть очень-очень мелкая и без всяких добавок. Просеиваем два раза. И ещё нам понадобится пару капель лимонного сока или же лимонной кислоты. Теперь же начнём готовить наш айсинг. В один белок я добавляю столовую ложку сахарной пудры, перемешиваю её и всё высыпаю в стаканчик. Туда же я положила лимонную кислоту, щепотку и чуть-чуть собью всё это. Хочу, чтобы лимонная кислота и белок чуть-чуть сбились. Дальше я добавляю сюда сахарную пудру. Два-три приёма, это уже смотрите сами. Здесь не обязательно всё это мешать миксером. Можно обойтись и ложкой. Некоторые советуют сбивать 2 минуты на медленной скорости, а потом 5 минут на высокой скорости. Я не знаю, к чему это приведёт. Ну, я думаю, что медленно это для того, чтобы не разлетелась сахарная пудра. А высокая скорость... Нам здесь пена не нужна, нам здесь пузырьки не нужны. Для чего нужна высокая скорость, я, честно говоря, не знаю. Потому что некоторые мешают только ложкой. Тут скорость никак не учтёшь, не так ли? Ну что ж, я использовала миксер. Я думаю, мне достаточно уйдёт труда. За этим столом придётся посидеть не один час, чтобы разукрасить всё. Проверяю, значит, растворилась же здесь сахарная пудра или нет. Естественно, она здесь не растворится. Ну, вот такая немножечко вязкость должна быть. И я проверяю между пальцами, если оно уже так вот прилипает, уже готово. Вы почувствуете то же самое. Теперь же будем откладывать всё это в карнетики или в кулёчки. Или... Видите, вот какая консистенция должна быть. Она не падает с ложки и в то же время она не стоит колом. Вот в такой форме нам, значит, мы делаем базу. Этой базой мы будем клеить домик. Как клей используем мы все стены, крышу будем клеить им. Будем делать контуры, а потом будем заливать айсингом жидким. Поэтому нам понадобится больше половины забрать этой базы. Я беру зип-пакеты и в зип-пакет укладываю вот... Одну вторую часть. Даже больше возьму, конечно, ещё пару ложек, чтобы мне хватило. Дело в том, что мои пряники получились очень пухнастенькие. И домики будут, там, стенки толстые. Их клеить мне придётся побольше. Айсенька понадобится, вернее. Вот всё. Теперь аккуратненько закрою я свой пакетик. Такие пакеты удобны тем, что воздух туда не попадает. Если вы не срезали кончик, он может там... Ну, мало ли что, не использовали, убрали всё в холодильник. А на следующий день можете продолжать. Аккуратненько закрыли. И всё. Проверьте. Иногда бывает так, что попадёт туда что-то и... Где-то остаётся открытым. Что бы этого не было. Нам этого не надо. Дальше я скручиваю и ещё сверху одеваю резинку. Ну, ничего уж не поделаешь. Страховка. Скажем так. Всё. Теперь набираем. Нам нужна более жидкая консистенция. И я добавлю, естественно, сюда немножечко воды. Одеваю на стакан, чтобы удобно было туда... Класть наш крем или глазурь, или как хотите, вы его называете. Но это айсик. Ровно одну чайную ложку я добавляю жидкости. Смотрите, если у вас там и так жидко, вам не надо столько добавлять. Вы уже смотрите по состоянию вашей глазури. Какая она. Если она очень жидкая, то наоборот, вам надо было бы добавить сахарную пудру, чтобы взять на формирование стен. Вернее, склеивание стен и делать потом обводку. Как видите, вот она вот такая тянучая должна быть и жидкая, но в то же время она как бы тянется. Теперь я буду готовить цветные. Гелевые красители я не нашла. Дело в том, что я бы их нашла. Просто я пришла в магазин закрыт один раз, второй раз. Вернее, продолжала дальше искать в тот же день. Прихожу, а второй магазин, где должен был быть, там вообще снесли. И я не знала нового адреса. Так что мне приходится сегодня обходиться моими не старыми красками. А старые краски у меня на жидкой основе. Поэтому, когда я делаю айсинг жидкий, мне надо учесть. Ведь я буду добавлять жидкую краску. Так что, может быть, у вас тоже получится такая ситуация. Не забудьте, что вы ещё будете добавлять жидкую краску. Дело в том, что краска очень хорошо расходится в айсинге. Хоть она на спиртовой основе, хоть она масляная основа, не имеет никакого значения. Хоть гелевые. Все они очень прекрасно расходятся в айсинге. И можно ими красить. Давайте приготовим маленькие корнетики. Так как у нас краски вот тут мало, и некоторые, может быть, у кого-то нету зип-пакетов, или нет кондитерского мешка. Берём кальку и делаем корнетики. Вот так это неправильно. Скажу, по какой причине. Тут получается, во-первых, кончик толстенький, во-вторых, там всего один слой, и крем может этот выходить. Мы должны сделать двойной корнетик. А двойной корнетик делим пополам, вернее, складываем пополам. Потом его складываем ещё раз пополам. И уже закручиваем наш корнет. Тогда получается двойная основа, двойной кулёчек. И крем наш никуда не будет высекать в то время, когда мы его будем выжимать. А вот эти два кончика мы сгибаем, чтобы это всё не расползалось и не раскрывалось. Очень удобно, когда у нас мало крема, или мало глазури, или мало шоколада, или нам надо очень-очень тонкое что-то сделать. Вот именно для таких случаев эти корнеты очень удобные. Но у меня, честно говоря, сегодня желание использовать только зип-пакеты. И я сделала розовый, жёлтый и зелёный. Какая краска у меня была, с такой краской я и сделала айсенький. По чуть-чуть разукрашу. Там, тут. Мне же это не на продажу, это для себя. Я, вернее, сейчас уже дети пошли спать. Застянулась я с этим делом, и они не успели мне помочь. А вообще-то, обычно мы всё это делаем все вместе. Я, как видите, разукрасила там окошки. А теперь беру ёлочку. И смотрите, сперва делаем контур. Во всём надо сделать контуры. Там, где вы собираетесь заливать пряник. Если вы не будете заливать, то можете сделать контур и нарисовать внутри что-то. И у вас уже получится аккуратное очертание вашего пряника. Если же без контура оно более такое, как сказать, неопрятное, что ли. Хоть я тут не рисую, как художник. И я не кондитер. Я это всё делаю для себя. Что-то вы рисовываете. Согласитесь? Чтобы не растеряться, чтобы, если хотите, чтобы это было очень красиво, рядом с собой поставьте шаблоны ваши и смотрите, какой там был рисунок. Нам обязательно надо провести контуры и подождать, чтобы это всё подсохло. Если не подсохнет. Кстати, это всё сохнет очень быстро. Пока вы сделаете что-то другое, оно уже высохнет. При заливке вашего пряника оно может всё стечь по краю. Поэтому отходим от краёв по миллиметру или два миллиметра, делаем контур, потом ждём, пока высохнет, подсохнет вернее. Потом заливаем уже более жидким айсингом. Заполняем. Правильно сказать так. Не заливаем. Опять же, я вот теперь отрезаю более жидкий айсинг. И главное, не перепутать их между собой. И вот так заполняю внутренность. Как видите, всё не заполняется. Берём зубочистку или иголку. Или у вас есть, может быть, какой-то инструмент специальный. И аккуратненько, круговыми движениями заполняем все эти места. Если у вас правильный айсинг, он постепенно расползётся и получится гладкая поверхность. Если же он у вас недостаточно жидкий, и он не заполняет, оставляет след за палочкой, например, как у меня. Ни в коем случае не мочите палочку, не добавляйте капельку водички прямо на пряники. И это надо сделать в отдельной посуде. А то у вас получится на следующий день вместо гладкой поверхности катакомбы. Я вас предупредила, чтобы вы знали. Потому что как-то один раз у меня такое было. Потом я всегда старалась, чтобы оно у меня было на следующий день тоже такое же глянцевое, такое же красивое. В итоге я поняла, что для этого нужно туда добавлять другие специи. Не специи, а добавки. Ну, так как я не хотела этими добавками связываться, я по сей день пользуюсь только яичным белком, сахарной пудрой и лимонной кислотой. Дело в том, что всё это не вредно для организма. И я поддерживаюсь только этому рецепту, как говорится. Ну вот. Ёлочку я разукрасила чуть-чуть зелёным оттенком. Теперь возьму палочку и разведу их, эти мои листочки, по моему усмотрению. Куда хочу, туда и развожу. Можно сделать веточку ёлочки. Тоже очень красиво получается. Но времени в обрез. Уже после 12. Честно говоря, в это время никто не рисует, я думаю. А может наоборот, если в это время рисуют, чтобы никто не мешал. Вот. Сюда же я ещё сделаю такие точечки. И, к сожалению, у меня нет красной краски, но розовым тоже очень красиво получается. И у меня получатся такие вот, как бы ягодки зимние. Но они на еле не бывают, скажете вы. А я скажу, что это же игрушечки. Вы знаете, завтра утром, когда внуки увидят всё это и скажут. Что-то ты, наверное, переборщило. Теперь мы сделаем, как будто у нас снег растаял и течёт по крыше. Где-то он остался, где-то сосульки должны быть. Разукрасим нашу снежинку, которую я усиленно не хотела вырезать, но вырезала. Испекла. У нас есть ещё снеговик, у нас есть ещё колокольчик. Ну, вы в конце всё это увидите. Я думаю, смысл понятен, технология понятна. Обводим, заливаем, разукрашиваем. Да, вот и всё. Вот мои колокольчики, сердечки, сахарные палочки, домики, снеговик, снежинки. Как видите, печенье очень хорошо получилось. И даже цветочки есть. Что ещё человеку нужно? Желаю вам тоже приготовить всё, чтобы ваши дети не смотрели на витрины и хватали снеговики. Пусть они всё это едят дома. Зная, что мама или бабушка, или сестра им приготовила, или тётя. Что тут никаких вредных добавок нету. Всё вкусненькое. К чаю, к молоку, особенно с молоком, это просто прелесть. Ну и что? Скоро Рождество. Хочу вас поздравить с Рождеством. А потом Новый год. Да. Удачи вам. Оставьте всё, все невзгоды в этом году. А на Новый год идите с хорошим настроением, с улыбкой, с крепким здоровьем, с полным карманом. Денег и успехов вам. Удачи вам во всём. Любите, будьте любимыми. По-моему, это самое главное. Ну а здоровье само собой. А теперь я прощаюсь с вами. Делитесь моими видео. Заходите ещё. Вы думаете, на этом всё? Нет, я ещё что-нибудь придумаю. Пока-пока. Я буду ждать вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...